Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужчиной вместе два месяца все было хорошо до одного момента. Мужчина попросил помощи в квартире сам. Я согласился, мне нужно было подъехать к нему на работу за ключами. В тот день в обед я написала, когда будет удобно забрать ключ, и он попросил подождать немного, так как он мог освободиться раньше и забрать меня сам. Я призвала до самого вечера, только поздно вечером он написал прости, я про себя забыл совсем, и вот уже 4 дня мы не виделись. От него нет никаких предложений, вообще общение сошло на минимум. Второй день, грубо говоря, и не общаемся вовсе. Он твердит, что глава занята работы, что ему нужно работать, ему нужны деньги, я все понимаю, но всех денег не заработать. И иногда бывают моменты важнее денег. Может, я не права, конечно, он старше меня, разница у нас в 13 лет, накручиваю я себя, или все-таки он решил прекратить общение, только вот из-за чего мне не понятно. Он в разводе, я в разводе. Ну, смотрите, здесь я бы начал, конечно, с не очень приятной для вас темы, а именно темы развода. Я бы сказал, что если вы развелись, соответственно, у вас корейшего травма есть от развода, и к разводу привели определенные паттерны поведения, которые для вас актуальны и до сих пор. То есть эти паттерны поведения актуальны и поныне. Ну, вот, на данный момент они, эти паттерны поведения, скажем так, так же действуют. Вот. И, на мой взгляд, имеет смысл вам на это обратить самое пристальное внимание, потому что если на нас действительно оказывает существенное влияние, вот эти вот паттерны поведения, да, которые привели, привели по итогу вас к разводу, вот, то само собой они же влияют и сейчас. В целом, они так же влияют на то, как вы себя, там, например, ведете, ведете, образно говоря, со своим текущим молодым человеком. Тут, к сожалению, других вариантов нет. Дальше, на мой взгляд, с моей, скажем так, точкой зрения, ситуация выглядит следующим образом. Что у мужчины есть определенные трудности, вот, и мужчина не хочет вас в эти трудности, вот, так скажем, посвящать. Мужчина не хочет, чтобы вы в этих трудностях его как-то участвовали. Вот, нравится вам это или нет, вот. То есть человек хочет вас оградить, вот, ну, там, от проблем, скажем так. Ну, может быть, не совсем, не совсем прямо от проблем, да. Но это было бы не совсем, наверное, корректно. Я бы сказал, что как раз хочется, ну, от вас он хочет отстранить на Адаме, наверное, по крайней мере. Вот, эм, какова может быть у этого причина, сказать сложно. Я лично предполагаю, что причина у этого может быть только одна. Да, это характер, характер вашего взаимодействия. То есть, вот, ну, грубо говоря, это то, как вы взаимодействует. Значит, ну, вот, что я, эм, что я имею в виду, да, говоря о том, как вы взаимодействуете. То есть я имею в виду здесь, эм, момент, связанный с тем, эм, значит, что, если, если вы, э, вот, выстраиваете, ну, контакт, да. устраивать взаимодействие с человеком. Таким образом, что, ну, недостаточно, например, между вами доверие, да, вот, а такое, как вы понимаете, вполне реально, да, такое, как вы понимаете, вполне может быть в этом нет ничего, ну, ничего необычного. Вот. Если вот вы устраиваете свое общение вот в таком ключе, в ключе именно формального, в ключе формального взаимодействия больше, вот, то, конечно, человек будет стараться как-то вот вас, ну, скажем так, подвинуть, вот. Потому что ему, например, ну, ему, например, будет, допустим, казаться, что вы не должны, ну, вот, как-то сталкиваться с его, ну, проблемами, да, с его там. Трудностями и так далее. Вот. Я прекрасно понимаю, как это, как это звучит. Я прекрасно отдаю себе отсчет в том, в том, как это может, в общем-то, звучать. Вот. Ну, пока что это, это наиболее, наиболее вероятная компонента того, что происходит. Вот. По крайней мере, как кажется мне. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. И, соответственно, вот то, как вы на эту ситуацию реагируете, а реагируете вы на нее так, что ждете. Об. Об. Силовекам. Значит, ну, каких-то действий. Вот. Тут вот. Тут уже вот могут быть, скажем так, какие-то варианты. Вот. То есть, ну, я имею в виду, я имею в виду, что тут могут быть разные, разные варианты. Вот. Различные, различные могут быть варианты. А, значит, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть это смущает немножко, потому что здесь вы демонстрируете, ну скажем так, по своей зависимости от него. Вот, ну как будто бы, как будто бы, как будто бы вы демонстрируете здесь то, что зависит от него. Мне бы не хотелось, конечно, так вот предполагать, да, но очень может быть такая история, что вы вот зависит от него. От человека. И соответственно, соответственно, ваша задача, на мой, по крайней мере, взгляд, здесь, значит, сделать следующее. Ваши задачи, здесь, поработать с лишними границами, немножко так вот, от человека, да, отдалиться, да, мы же вполне возможно, что слишком, слишком вот вы близко к нему прошли, да, слишком близко вы, блин, 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 слишком приблизили к человеку. Вот, естественно, всех нюансов я не знаю, да. Вот. То есть, ну, понятно, что есть какие-то, наверное, скорее всего, есть какие-то леонцы, есть какие-то тонкости, вот, но пока что, мне кажется, так, вот, на, ну, вот, на данный момент, на данный момент. И, вот, очень важным моментом еще является то, как вы, собственно, реагируете, вот, ну, как вы реагируете на то, что мужчина с вами не общается, вот, то есть, каким чувством вы на это реагируете, что это за чувство. И, в принципе, обратите внимание на то, что вы никак, получается, что вы никак, с этим, с этим чувством, да, вы, получается, никак не обращаете, вот, то есть, как будто бы вы, ну, условно говоря, в себе его зажимаете, вот, по крайней мере, такое складывается у меня, у меня впечатление, исходя из того, что выпишет. И я бы хотел, конечно, до вас донести, что когда человек как-то вот свои чувства зажимает, да, то есть, вот, когда человек, человек, ну, не дает им, я имею ввиду, вот, своим чувствам, да, своим эмоциям проявляться, вот, то ничего, ничего позитивного в этот момент для отношений, вот, не происходит, к сожалению. То есть, в этот момент люди тут только отдаваются друг от друга, вот, да, то есть, ну, например, вот, мужчине, допустим, мужчине, эм, было неловко, из-за того, что вот, такая ситуация произошла, что он просто забыл, и так далее. Ну, мужчина, конечно, знает, что, грубо говоря, вы на него обижены, да, вот, ну, например, он знает, что вы на него обижены. Ну, вот, ну, как бы, возможности, допустим, нет, а, ну, вот, как-то вот, там, допустим, вам, например, объяснить, да, почему он поступил тогда, потому что одно отношение, отношения, вот, они, вот, такие, что, вот, не позволяют об этом, ну, поговорить, вот. То есть, и всё, и, по сути, здесь мы упираемся в тупик, такой, вот. А мы с собой от этого страдаем все, кто страдает вы, кто страдает мужчина, вот. И вот я бы, я бы, конечно, в этом контексте обратил бы внимание на, ну, на некоторую, вашу, может быть, пассивность. То есть, ну, на то, что вы, как бы, вот, страдаете от мужчины предложение какого-то, да. Вот, вы можете сказать, ну, я считаю, что он должен делать первый шаг, да, возможно. Если вы считаете, что он должен делать первый шаг, в этом ничего такого нет. Но, если вы считаете, что он должен делать первый шаг, то, соответственно, он его может и не сделать вообще. Вот. Какая здесь история. То есть, человек может не сделать первый шаг. Первый шаг. Ну, вот. Принцип. И, в этом случае, вы остаетесь как-то вот, ну, как это тут вот сказать так правильно. Вы остаетесь либо в подвешенном, допустим, состоянии, да, вот, либо, либо, либо вам нужно будет самостоятельно, ну, принимать какое-то решение. Вот, понимаете, поэтому, вот, такая позиция, позиция, что там, я жду, ну, условно говоря, жду от человека, например. Каких-то шагов действует ограда. Вот. Она, это позиция, весна, весна, ну, специфическая. Вот. Понимаете, да? О, тут можно, как бы, обжечься, так скажем. Ну, если вы, грубо говоря, да, не готовы к последствиям, которые могут быть «за». этим расшагом. А, еще важный момент, что вы чувствуете себя, как будто бы, отвернутой. Вот. Я могу ошибаться в этом контексте, но мне показалось, что вы чувствуете себя, отвернутой. То есть, то, что мужчина, скажем так, прекратил с вами общение, вы воспринимаете это, как то, что он вас ответил. Если это так, то здесь элемент специфики вашего отношения к себе. Вот. Вот. Тоже. А, желательно иметь в виду. Вот. Желательно иметь в виду, что, если вы чувствуете себя абсолютно, значит, вполне возможно, что вы вот как-то вот, ну, готовы. Вот. Вы готовы. А готовы себя ответить. Вот. То есть, готовы, готовы как бы допустить, что вас, ну, что вас будет ответить. Вот. Какая штука. А это вопрос именно вот того, как вы к себе относитесь. Это вопрос именно вашего восприятия, а, с, 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 сомысла. Тут вот. В этом, а, ну, в этом моменте. Вот. А, такая штука. Поэтому я хочу вам не сказать, что рекомендовал бы разобраться в себе. Я хочу вам сказать, что рекомендовал бы вам замить. Именно замить. То, что вы к человеку чувствуете, именно ваши чувства к человеку, рекомендовал бы это замить. И рекомендовал бы найти способ это выразить. То есть, иными словами, как-то вашими чувствами обратиться. Сейчас понятное дело, что вы не знаете и не понимаете, как вам с вашими чувствами обратиться. То есть, какая-то болезнь на боль присутствует. А что с этим делать, вы не знаете. Вот поэтому, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы вам помочь в этом. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу позволит вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь.